Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, Урал-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС, в студии я, Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. Несостоявшийся обгон. Три человека погибли, двое оказались в больнице. Кто стал инициатором аварии в Ордынском районе области? Четыре через четыре. Как тахографы контролируют режим труда и отдыха водителей? И какой штраф грозит, если внутренний диаметр колес не прописан в документе поверки? Машина есть, собственника нет. Можно ли поставить на учет автомобиль, если договор купли-продажи утерян предыдущим собственником? Начинаем выпуск с печальной новости. Три молодых парня трагически погибли в жутком ДТП на областной трассе недалеко от Шилова. Обгон, который совершал водитель «семерки», оказался смертельным. Журналисты ДПС выезжали на место ЧП и привезли страшные кадры аварии. Первые минуты после аварии. Груда тлеющего металла в 7 утра еще была ВАЗом. В 7.30 его владельца не стало. Жигули врезались в Сан-Йонг, который ехал по встречке. По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2107 обгонял транспортное следствие, в результате чего произошло встречное столкновение. В результате столкновения прогибло 3 человека, 2 человека пострадало, но в ходе следствия будут установлены причины дорожного транспортного происшествия. Инспекторы говорят, парень решил обогнать рейсовый автобус, выехал на полосу встречного движения, но по неизвестной причине завершить маневр не смог. Его ВАЗ на полном ходу врезался в иномарку, которая ехала со стороны Яркова. Насколько быстро парни двигались из села Пролетарская в Новосибирск, сказать пока невозможно. Однако в момент удара скорости обеих машин сложились, отечественный седан смяло от капота до багажника. Сразу же после удара ВАЗ загорелся. Тела погибших помогали извлекать из салона ярковские сотрудники МЧС. Эксперты уверены, если бы «семерка» была оборудована подушками безопасности, последствия могли бы быть куда менее печальными. По нашим данным, накануне парни отмечали день рождения, 25-летний юбилей одного из товарищей. Однако информации о том, в каком состоянии были погибшие ребята, пока нет. Результаты будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Водитель иномаркик госпитализирован с травмой ноги, а единственный выживший юноша из ВАЗа сейчас находится в больнице с подозрением на переломы обеих рук. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и инспекторы ГИБДД. О других авариях, которые произошли в Новосибирске и Новосибирской области за прошедшие сутки, расскажем в ежедневной сводке. Тойоту отбросила на обочину после столкновения с ЗИЛом. Авария произошла на улице Большевистская. Участники двигались попутно со стороны Добролюбова в сторону Красного проспекта. Тойота Корона Премию в левом ряду, ЗИЛ перевозивший снег в правом. После проезда под Октябрьским мостом водитель грузовика начал разворачиваться, но не убедился в безопасности маневра. А владелец Тойоты, пытаясь уйти от столкновения, выехал навстречу. Но все же аварии избежать не удалось. Иномарка врезалась в бампер снеговборочной машины, а от удара седан отбросила в придорожный сугроб. Так сообщается в мобильном приложении Автоспас. Две Тойоты столкнулись в Академгородке. По словам очевидцев, Ален ехала на зеленый свет со стороны Пирогова, когда в нее врезался Тойота Ист, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. От удара седан развернула, а хэтчбэк врезался в столб. В ДТП пострадала девушка-водитель, а она получила сотрясение головного мозга. Сразу три аварии произошли практически в одно время, но в разных районах города. На пересечении оживленных улиц Гоголя и Семишемшиных водитель седана Субару Импреза врезался в автомобиль Митсубиси, который от удара отлетел в стоявшую впереди кроссовер, а тот, в свою очередь, врезался в седан. А на улице Волочаевской на левый бок перевернулся компактный минивэн с Тойота Спасио. Свидетели говорят, причиной аварии стала колея, из которой выбросила Спасио. Рено и Хюндайни поделили дорогу на улице Забалуй во Новосибирске. Девушка-налога не ехала по второстепенной дороге в сторону Дюканова со скоростью примерно 30 км в час. Солярис, который двигался по главной, дама заметила поздно, потому и не уступила проезд седану. В результате аварии обе иномарки получили механические повреждения. Люди, к счастью, не пострадали. Пока город спит, коммерсант работает, везет товар на рынке. Порой даже из соседних регионов. Именно такие транспортные средства и попали этим утром в поле зрения инспекторов технодзора. Съемочная группа программы ДПС работала вместе с экипажем ГИБДД. С 4 до 7 утра часы пик. Массовые заезды автобусов на рыночную парковку. Здесь как местные машины, так и междугородние. К водителям особое внимание инспекторов. Требования просты. Путевой лист с отметками о прохождении медика, штамп об осмотре автобуса механиком и показатели тахографов. Это приборы, которые фиксируют время труда и отдыха шоферов. Максим приехал из республики Тыва с напарником. Таковы правила через каждые 4 часа пути передавать право управления второму водителю. Показания прибора это подтвердили. К слову, с 1 июля 2016 года во всех автобусах международных рейсов тахограф должен быть цифровым. Аналоговые остались только на коротких областных маршрутах. Максим Шиховцев говорит, своевременная замена прибора только упростила водительские будни. Как бы переработки не было, так же. Говорю, как на том тахографе. Только там шайбы были, а здесь карты. Это удобнее или нет? Ну, удобнее, конечно, с одной стороны, да? Почему? Здесь как бы он время общее показывает все полностью. То есть, ну, смотришь на табло, вот время, сколько ты работаешь, сколько ты едешь, как бы это, чтобы переработки не было. Как бы следишь уже, он начинает пищать, если там за 15 минут до этого. Автобус Максима нареканий не вызвал. На каждом сиденье ремни безопасности, огнетушитель и аварийный молоток на видном месте. К техническому состоянию претензий нет. Рулевое управление в норме, масло не подтекает, протекторы на шинах качественные. Колеса же второго автобуса водителя подвели. Внутренний диаметр не совпал с характеристиками, которые указаны на бланке поверки тахографа. Смотрите, у вас поверка тахографа производилась при резине 315 на 80 на 22,5, правильно? Да. На данный момент у вас не та резина? А 9, сэр, 22,5? Ну, та летняя была, это зимняя. Ну, при смене резины надо тахографа на ВПС. Вариантов такой поверки два. Зимняя и летняя. Водитель этого не знал. Как бы никто не предупреждал, что резина влияет. Сделали тарировку, замеры, все. Цифровые тахографы должны проходить поверку раз в три года, аналоговые каждые 24 месяца. Скорость транспортного средства зависит от размера, от диаметра шин колес. Вот. Соответственно, установленные колеса, размер шин колес на транспортном средстве должны быть такие же, как указаны в поверке транспортного средства. Если такая поверка отсутствует, то тахограф работает некорректно. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере до 3000 рублей, юридическому лицу до 10. В следующем автобусе аналогичный недочет. Колеса заменили, а про прибор забыли. Так же, как и про страховку. На данный момент водителям была предоставлена страховая полис, который срок действия 13 декабря 2016 года. Как поясняет водитель, что, возможно, вероятно, оставил в Кемерово при проверке документов. Уже в ближайшие дни инспекторы технадзора обещают провести аналогичные проверки и в других местах отстоя автобусов, которые переводят пассажиров на дальние расстояния. В редакцию ДПС обратился телезритель Юрий Никифоров из Убинского района. Мужчина рассказал, купил машину, обрадовался, вот только на учет поставить ее не смог. Инспекторы попросили предыдущий договор купли-продажи, которого у первого собственника не оказалось. Как быть и что в такой ситуации делать, Юрий не знает. Наш автоюрист Антон Южанинов согласился помочь разобраться с проблемой. Необходим документ, подтверждающий право собственности. Как он тогда, получается, покупал автомобиль? То есть человек купил автомобиль, который никому не принадлежит. В ПТС указан Иванов, а он купил его у Петрова. А на каком основании Петров его продал? Если договора купли-продажи нет, соответственно, человек не собственник. Если в ПТС указан, скажем так, Иванов, который потом продал Петрову, а Петров продал уже Васильеву, Васильев приходит, а в ПТС еще первый собственник вписан. Соответственно, ГИБДД необходимо установить эту цепочку. Поэтому они документ этот и запрашивают. Что делать? Необходимо восстанавливать этот документ. Если он утрачен, значит, нужен дубликат. На этом пока все. Если вы стали свидетелем аварии, не забывайте присылать свои записи с видеорегистраторов либо же мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан внизу экрана. Ваши вопросы оставляйте на стене телеканала ОТС ВКонтакте. С вами была я, Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Смотрите ДПС на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok